ЗОЖ отвечает на самодиагностику. Ежедневное употребление овощных салатов, содержание в них красного лука, чеснока, имбиря, редьки или редиса и тому подобное. Не будет никаких паразитов. Здоровье болит. Всем здоровья. Это здоровым очень помогает. Для профилактики устанавливает микрофлору ЖКТ. Почтален Печкин. Именно так я и питаюсь. Только паразитам эти продукты абсолютно до лампочки. Проверено на себе. Чесноком, редькой, имбирем. Я просто ужираюсь. На красном луке и жгучем перце сижу. Куркурма с гвоздика аж назад лезет. Аскориды при этом живут себе счастливо, скручиваются клубками и занимаются сексом прямо на куркуме. У меня уже гастрит от этих пряностей. А у листов дискотека. Долго я так питался. Считал, что паразитам шанса нет. Пока чуть не сдох от одновременно воцаривших лямбий аскорид и широкого лентинца. Вот так-то. Понимаете? Вот это интересная вещь, замечание. Когда я вам говорил, что на каждого паразита имеются свои собственные растительные средства, которые их выводят, которые их убивают. И вот тут вот важно подобрать. Да, вы пробуете то. Да, вы пробуете это. Да, вы пробуете это еще. А это, как бы сказать, вот знаете, это как пух-пух-пух мимо. Поэтому вот эти вот все средства, вы, допустим, пропили тройчатку. Ага. Для некоторых ощутимый эффект. О, хорошо. О, помогло. А вот для других это не взяло. Значит, меняете на Пентагон. Значит, меняете на керосин. Значит, меняете на морозник. Значит, меняете еще на что-то, что было бы эффективно. Кстати, надо ему вопрос задать. Почталет Печкин. А что же вам помогло наибольшее всего? Видите, есть человек любознательный. Вот раз есть такой текст, мне важно понять, а как же он справился. То есть, ну в любом случае, пример другого человека, важно понимать и знать. И при случае чего, к себе применить. Что помогло в этом случае? Что вот это вот все, что входит, будем говорить, вот в эту вот тройчатку, еще разок. Чесноком. Чеснок известное средство вроде бы как это. Редька. Да. Имбирь. Да. Жвучий лук. Жвучий перец. Не взяло. Куркума с гвоздикой. Назад лезет. Вот. То есть, куркума и гвоздика такие, ух, жара, жара, жара. А эти самые. А Аскориду живут все счастливо, скручиваются клубом. Понимаете? Не берет Аскорид. Видите, долго так питался, что паразитов шанса нет. А что тогда? Вот что он применил? Аскорид из широкого лентеца. Керосин, тадикам или еще какое-то средство. Очень интересно узнать. Почтален Печкин, откликнитесь. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Спасибо.